Когда в стране произошли перемены, когда произошел этот майдан гидности, этот человек до сих пор остается при власти. Более того, в последнее время он всячески препятствует выявлению активной жизненной позиции студента. И последний указ, допустим, который запрещает все студенческие собрания, без ведома риф. То есть по поводу того, чтобы остановить как-то этот беспредел, мы обратились к министру, нас поддержал губернатор. От министра мы так и не получили. Хотя мы знаем, что министр является членом команды президента Украины. Нас интересует, почему такая позиция. И когда в конце концов мужчины начнут совершать мужские поступки. Вот вы как человек принципиальный, как активный участник Майдана. Расскажите просто ваше видение сложившейся ситуации. Смотрите, я знаю эту ситуацию и знаю про ректора, поскольку мы знаем ее. В Киев мы сюда ехали, мы, очевидно, готовились к этой ситуации. Мы знаем и про его деятельность во время Майдана, и знаем про обращение студенческого коллектива к губернатору и губернатора, к нашему министру. Почему нет решения, для меня это тоже загадка. Вот скажу вам честно. То есть я не знал этой ситуации всю свою жизнь, но там 2-3 дня, пока мы ехали сюда, нам рассказывали. И для меня это загадка. Если у меня будет возможность увидеть министра уже как члена нашей команды и обратиться к нему с просьбой, что это надо решить, и это вопрос студентов, я это сделаю. Это то, что я могу вам пообещать. Что еще могу пообещать? Вы можете передать мне письмо, я передам ему лично в руки или через штаб передам ему. Вот все, что я могу сейчас на данный момент сделать. И я на вашей стороне в этой истории, потому что еще тогда во время Майдана, я помню, когда ходили слухи о том, что он занимается тетушками, ходили слухи о том, что он якобы на стороне анти-Майдана и заставляет студентов, там как-то использует их во время выборов, даже, по-моему, была ли эта история. Мне это не нравится. Я думаю, что этот вопрос рано или поздно закончится, и точка будет поставлена. И я хочу еще важную вещь сказать, и это не связано с выборами. Даже если бы он не был конкурентом одного из наших мажоритарщиков на округе, мне кажется, вопрос должен был быть решен, ну, очевидно, позитивно, в пользу студентов. Да, действительно, есть мнение определенного количества студентов, а конкретно двух факультетов, что действия Александра Евгеньевича в некой мере нарушают права студентов. Но я вам могу сказать, что в университете не только такое мнение, и большинство студентов предоставили также, подготовили письма, собрали подписи. Как раз-таки наоборот, сказать о том, что у нас в университете все хорошо, никто наши права никогда не нарушал. А тот указ, который был принят, где написано, что те мероприятия, которые проводятся, просто, это, наверное, больше звучит как просьба, а администрация знала, где они проводятся и кто в них участвует, так это, я думаю, лучше рассматривать только с точки зрения, что о нас беспокоятся и думать, что мы проводим дело. Парни, а кто о вас заводится? Я думаю, если вы хотите их ущенять, назовите, пожалуйста, хоть одно мероприятие, о проведении, в котором вы, ну, обратитесь, и вам запретили. Почему в Штатах с 1861 по 1865 год 4 года шла борьба за отмену рабовладельческого строя? Скажу, я вам отвечу на вопрос. Потому что большинство черных людей защищало рабовладельческий строй. Понимаете? Потому что они говорили, у нас хозяин добрый, зачем вы освобождаете нас из рабства? Я сегодня ночью написал свою философскую сентенцию, одну очень важную для меня. Душевное рабство, душевное порабощение начинается с подписи на чистом листе бумаги. И мы имеем факты серьезные. Когда у студентов собирали подписи на чистых листах, это ужас, что происходит. Перестаньте быть рабами, перестаньте, это очень важно. Мы идем в Европу. Там невозможно делать, чтобы вас вызывали на четвертый этаж к ученому секретарю и заставляли подписать. Яна, вы все это прекрасно знаете. Постыдитесь. Мне стыдно, что вы заканчивали наш университет и сразу перешли работать в приемную к Александру Евгеньевичу. Постыдитесь. Студенты должны быть свободными. Это их права. Нельзя студенту писать, что все позаплановые заходы должны проводить за подписами, выполняющие обязанности ректора. Мы живем в 21-м столетии. Я вам скажу, что революция гидности началась с студентов, которые не боялись. А вы писали подписи, что мы поддерживаем Януковича, мы поддерживаем политику Януковича. И после этого разогнали студентов. Яна, вам ответить. Через год страна будет меняться. И вам нужно ответить за то, что вы сейчас говорите. Вы же студентка.